всем привет друзья с вами варчик давно не было видосиков на канале поскольку я болел делать видео довольно таки сложно поэтому выздоровел теперь можно и видосики поделать как мир танков пришел к такому содержанию игровых сессий для начала знакомимся как развилась игра за 10 лет подчеркнем главные положительные отрицательные изменения сразу станет все понятно почему игра стала такой пройдемся по патчем которые выходили за 10 лет 12 декабря 2008 года решение о создании игры про танки и первое название танкодром сразу очевидно что с таким названием на мировую арену игр не выйти максимум можно выйти после работы на пикник с балтикой первый тест игры середина 2009 года через пару месяцев закрытый альфа тест изменили название игры на более солидная world of tanks первая карта карелия и всего пять танков начало 2010 года уже готова пару карт и несколько десятков танков работа кипела и танки сразу начали развиваться семимильными шагами через полгода у игры будет открытый бета-тест за эту половину года добавлено прокачка модулей танков частично разрушаемость для некоторых объектов 13 танков реализован круиз-контроль тренировочная комната свободный опыт экипаж танка подробные модели повреждений танков добавлен минометный режим стрельбы для сау модули для танка теперь можно снимать и ставить на другой танк светофор бронепробития новые карты энск ласвиль мураванка и много мелочей и это всего лишь за полгода до релиза 24 0 6 2010 патч 0 4 5 открытый бета-тест как много сделано за полгода и что дальше а дальше работа продолжала кипеть за пару месяцев до релиза успели еще кое-что добавить в игру добавление в заводов введены расходники во время боя гвардейская бронетехника переименована в элитную смена имени и лица экипажа две карты эрленберг и пагарки через два месяца в патче 0 5 3 онлайн релиз начала работы премиумного функционала 30 10 2010 обновление 0 6 1 5 добавили ветку танков x2 опыт за первый бой на танки убраны и телепорты танков на большом расстоянии две новые карты монастырь песчаная река дальше каждые пару месяцев добавляли в игру от одной до трех новых карт за год после релиза в игру добавили 13 новых карт на нескольких картах сделали редизайн добавили американский пт альтернативную немецкую ветку и базовую линейку французских танков 7 0 3 2012 создана папка для модов и оптимизации загрузки в бой за 2012 год добавлено 9 новых карт добавили режим штурм и встречный бой переделали 8 карт под новый рендер добавили кучу танков и прям танков в таком темпе игра развивалась достаточно долго это лучшее время в игре для игроков новые карты как горячие пирожки за год выходило и по несколько веток новых танков игра развивалась и в техническом плане в 2013 начинаются первые звоночки обновление 086 кумулятивный снаряд теперь может рикошетить при попадании снаряда в броню под определенным углом изменен механизм распределения при расчете точности выстрела увеличена точность стрельбы всех орудий кроме артиллерии у артиллерии был увеличен разброс первый раз полезли менять стрельбу для чего непонятно ведь она была приятной и жалоб не было 29 октября 2013 года введен новый режим командный бой разработчики начинают создавать новые режимы и со временем перестанут уделять внимание основному режиму рандомные бои обновление 08 11 11 февраля 2014 года новый режим противостояния в котором команды собираются по национальному признаку это просто рандомные бои на команды поделены на нации убрана карта порт разработчики начинают потихоньку выводить карты из игры причем многие выведенные карты довольно интересные а вот оставшиеся карты вызывают вопросы в играбельности обновление 090 15 апреля 2014 года введен новый режим исторический бой по сути это улучшенный режим противостояния но который тоже не взлетел обновление 092 29 июля 2014 года укреп районы новый игровой режим для клановых игроков он доступен в клиенте игры и никак не связан с боями на глобальной карте много исправлений на картах вожди качестве были переработаны модели танков из су-100 штук 3 черчилль 1 начала перевода танков вожди качество вожди это хорошо и танки выглядят красиво и круто но кто просил менять кардинально при переводе броню добавили огромное количество пикселей с огромной толщиной брони и тонкой броня буквально скачет на танки в игре где и так стрельба с великим белорусским рандомом обновление 093 переработана механика снаряда после рикошета вне танка теперь он не исчезает а продолжает движение шесть новых карт за 2014 год и правки на картах обновление 096 10 февраля 2015 изменено распределение попадания в круг прицеливания незначительно уменьшено количество попаданий в самый центр прицела сначала ухудшили стрельбу рикошетами кумулятиву теперь в целом нерфят точность еще и танки переводят вожди добавляя рандомную пляшущую броню всем танкам и даже у лт часто в маске по 400 миллиметров брони а остальное пробивается фугасами у меня вопрос кто это просил вообще обновление 098 26 марта 2015 добавлено новое игровое событие превосходство добавлено возможность создавать взвод и пригласить в него игрока прямо в бою добавлены личные резервы карта камарин убрана из режима случайных боев обновление 099 14 июля 2015 добавлено новое игровое событие стальная охота обновление 0910 1 сентября 2015 в игровых событиях превосходство и стальная охота добавлена возможность играть на собственных танках игрока из случайных боев убраны карты скрытая деревня провинция жемчужная река обновление 0912 17 ноября 2015 финальном качестве и с финальными настройками добавлены игровой режим для высокоуровневых танков бой до последнего для режима бой до последнего добавлена новая карта берлин обновление 0913 15 декабря 2015 улучшены параметры 37 танков за 2015 год две новые карты и правки на некоторых бросается в глаза что рандомным больше не занимаются а вот другим не популярным и интересным игроков режимом уделяют много внимания и по сей день это только 2015 год а режимом рандомные бои уже перестают заниматься обновление 0914 10 марта 2016 года улучшенная физика движения обновление 0915 24 мая 2016 года множественные доработки интерфейс игры на основе популярных модификаций внесены балансные правки более 20 машин больше разработчики не будут так много внимания уделять балансу танков и будут ребалансе танки не за патч 20 танков а то и 37 а за год 14 танков вот какая скорость ребаланса танков было раньше и вот какая сейчас 14 танчиков в год обновление 0915 один 26 июля 2016 года для карт прохоровка утес энск и эль халуф мини карты перерисованы в новой стилистике и в последующих паре патчей они дорисуют всем картам новые картинки на мини карте обновление 0916 4 октября 2016 года снижены задержки систем видимости и отображение танка до этого момента все время было так танку выезжает из-за поворота и его не видно какое-то время он уже проехал от поворота довольно таки большую дистанцию и только потом ты его видишь на своем экране сейчас же танки когда выезжает из-за поворота их сразу практически видно поэтому у старых игроков есть привычка зацеливать не сам поворота где танк прям выйдет а немножко подальше для режима стандартный бой разработана новая карта париж за 2016 год одна новая карта полностью забили на рандом обновление 0919 30 мая 2017 года доработки балансировщика режим ротный бой удален из игры бета-тест нового режима ранговые бои обновление 09191 11 июля 2017 года добавлена функциональность для новичков и игроков учебный полигон доработки балансировщика обновление 0920 29 августа 2017 года добавлен новый режим генеральное сражение 30 на 30 доработаны ранговые бои конце 2017 закончили переводить танки вожди в 2017 0 новых карт и правки на 13 картах полное уничтожение приятной стрельбы ведь все танки неприятные со скачущей броней переведены вожди и новых карт вообще уже нет при этом много интересных карт вывели в игре настали смутные времена обновление 1 00 20 марта 2018 года новый графический движок кор вожди качество переработан 29 карт добавлена новая карта штиль добавлены новые саундтреки новый ангар карт стало еще меньше ведь перевели не все вожди и при этом многие переведенные карты вожди превратились в коридорные а на некоторых картах по типу орленберга моя любимая карта ранее убили фланги сделали их голыми без рельефов и укрытий с одним холмиком обновление 101 2 мая 2018 года итальянские легкие и средние танки изменена карта провинция новый режим линия фронта путь к победе покупка премиум снарядов и снаряжения убрана возможность покупать боекомплект и снаряжение за игровое золото теперь их можно купить только за кредиты прошлым проблемам добавляем огромное количество игроков на full голде с избытком серебра обновление 102 12 июня 2018 года изменения в советском дереве балансные правки карт балансные правки машин объект 430 вариант 2 и объект 268 вариант 4 уже балансят по два танка не по 30 или 20 как раньше обновление 1 1 28 августа 2018 года новая кампания второй фронт балансные правки карт провинция штиль рудники линия зигфрида добавлены новые карты минск и студянки возвращение карты промзона вожди польская ветка в игре появляются новые карты но какие же они убогие по геймплею содержанию игры обновление 12 9 октября 2018 года улучшены характеристики льготных премиум машин восьмого уровня за 2018 год 4 новые карты и правки на картах начали немножко заниматься картами и балансом танков но скромных размерах а если учесть что огромное количество карт вывели из игры а при переводе половину не перевели вожди то это вообще работа в минус обновление 14 5 февраля 2019 года добавлена новая ветка французских колесных танков от шестого до десятого уровня добавлен новый тип элементов внешнего вида цифры были убраны все подсадки во всех картах возвращена карта затерянный город не хватало проблем так еще и колесников добавили которые повышают сумбур в боях и в целом колесники все умирают на первой минуте ничего не засветил из-за низкого обзора и только десятка сильная как обычно в принципе на мой взгляд необходимости вводить колесников в игру вообще не было а если и вводить их то нужно было делать так чтобы они не кардинально отличались от обычных лтшек обновление 141 19 марта 2019 года новая игровая сущность чертеж новая особенность облик члена экипажа обновление 15 3 мая 2019 года добавлена функция исключения карт добавлен танковый премиум аккаунт добавлена новая ветка шведских средних танков ребаланс шведских тяжелых танков ребаланс фугасных танков тайп-4 тайп-5 хэви фв-4005 стейдж 2 балансные правки сау переработаны ранговые бои переработана кастомизация добавлены танки забоны еще одна проблема которая никак не решается это артиллерия которая сейчас состояние которое больше всего раздражает игроков играющих против артиллерии обновление 151 11 июня 2019 года добавлена сессионная статистика в игру возвращаются измененная и доработанная карта харьков честно говоря переработали так себе и старая карта харьков была намного интереснее добавлена новая игровая сущность учебные материалы ребаланс некоторых средних танков обновление 16 6 августа 2019 года добавлена ветка британских легких танков отключение урона по союзникам изменение колесной техники изменение параметров японского среднего танка 10 уровня стб-1 отключение режима командный бой ребаланс целого одного танка офигеть и в основном в патчах начинают клепать кастомизацию за деньги а раньше можно было в патче увидеть ребаланс 20 а то и 37 танков а тут целый 1 обновление 161 8 октября 2019 года возможность смены нации техники изменения ранговых боев очень громкое заявление возможность смены нации техники и насколько я понимаю целый один танк это в игре может и больше это никакого продолжения не получила обновление 170 10 декабря 2019 года добавлена механика двухствольных орудий добавлена возможность анонимизации игрока в бою предбоевые инструкции для экипажа теперь покупаются только за кредиты крутая функция скрыть свой ник в бою могла бы быть если бы в модах не показывала кто скрывать свой ник ведь в этом весь смысл чтобы не мозолить глаза рандомным игрокам а просто поиграть обновление 171 за 2019 год перевели вожди и вернули в игру харьков и затерянный город пол карт и близко не вернулся к прежнему состоянию а новые карты оставляют желать лучшего обновление 171 28 января 2020 года добавлена ветка танков со спаренной орудийной установкой добавлен новый тип расходуемого снаряжения демонтажный набор внесены балансные изменения на картах события битва блогеров 2020 обновление 18 4 марта 2020 года ежедневный и премиум задачи изменения в сессионной статистике линия фронта 2020 боевой пропуск наверное один из самых скучных унылых и неинтересных боевых пропусков которые я видел среди всех онлайн-игров которые играл настолько скучного мрачного и вообще никакущего я не видел ты просто играешь в игру как и играл и и никакого челленджа или выполнения заданий стремления или получения каких-то уникальных вещей за сложное испытание которые ты будешь ценить ничего такого нет ты просто на танки нажимаешь в бой и потихоньку набиваешь очки за очки уровне за уровне какой-то мусор самый неинтересный боевой пропуск и он продолжает быть таким уже второй раз какая игра в принципе такой боевой пропуск обновление 1 9 22 апреля 2020 года изменение дерево исследования техники коллекционная техника увеличение запаса прочности низкоуровневой техники неплохое изменение количество очков здоровья для низких уровней чтобы уменьшить разрыв между уровнями нам на мой взгляд разрыв все равно огромный между шестым и восьмым уровнем но этот разрыв скорее заметен в огневой мощи обновление 1 9 1 12 июня 2020 года добавлена новая карта берлин этапные декали декали доступны для всех уровней техники боевой пропуск номер два очередная убогая новая карта берлин даже сказать за нее нечего обновление 110 4 августа 2020 года оборудование 20 новая ветка польских средних танков возвращена и переработана карта жемчужная река новая система кастомизации в бою усиление из 4 теста 10 и 5 е 100 и ослабление объекта 430 у прожета м 40 мод 65 панар ебр 105 и их подветок обновление 110 121 октября 2020 года ребаланс некоторых средних танков объекстью 40 пантера 888 е50 пантера 2 е50 аус м леопард прототип а ты 3 4 1 2 3 4 2 в сс 120 и 121 возвращение личных жетонов переработка ежедневных боевых задач добавлена новая клановая функциональность боевой поход переход на новую версию закова движка долгое время в игре после патч 1 0 были проблемы со звуком, попадания от арты были очень громкие и это долгое время никак не решалось. Обновление 1.11, 8 декабря 2020 года. За 2020 год добавили две карты Берлин и Жемчужная река. Продолжается тенденция забивания на развитие режима рандом, на мой взгляд это основной режим, но картошка им вообще перестала заниматься. Обновление 1.11.1, 27 января 2021 года. Добавлена новая ветка итальянских тяжелых танков. Взвод 2.0, подбор со взводных и улучшение функциональности динамических взводов, новые модификации клиента для игроков. Новая ветка просто ужасная, слабая, над балансом вообще не поработали. Обновление 1.12, 3 марта 2021 года. Улучшение премиум машин СТГ, СТГ гвардеец, Т26Е4 суперпершин, Т34Е3 и СТА2. Новые встроенные модификации клиента. Стальной охотник 2021, боевой пропуск 2021. В следующем патче разработчики добавят возможность ворочать камеры в прицеле ПТ. Вот в принципе и все. Видно, что рандомом вообще перестали заниматься. При этом полностью убили стрельбу. Новых нормальных карт почти нет. Старые убили полностью, переводом в HD. Балансом танков почти не занимаются. Вот мы и получаем, что режим рандомные бои брошен и разработчикам больше интересно заниматься кастомизацией за деньги и созданием других фановых режимов. По патчам видно, что разработка игры активно велась до 2015-2016 года. После только кастомизация, донат и другие режимы. Вопрос простой, а кто просил не заниматься рандомом и заниматься новыми режимами? Кто-то просил колесников, кто-то просил при переводе в HD убить стрельбу, кто-то просил ухудшения точности и приятной стрельбы. Раньше разработчики играли свою игру, сейчас не играют и игрокам противного не находиться. Для чего все это делается? Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, предлагайте видео своим друзьям. С вами был Варчик Играть Красиво, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok